Новое видео выходит каждый день в 20.00. Когда умрет GTA сам, когда в него перестанут играть. И тогда пророчили прям вот такие, знаете, недалекие года по типу 2018, 2019, 2025, кто-то говорил. Однако, вы знаете, тогда, вот когда я записывал данный ролик, я тоже принял участие в данной эстафете. Для меня Андрей Кевский был таким, знаете, авторитетом. Он и сейчас, наверное, таковым является по большинству некоторых вопросов. Однако, ну, я думаю, вы знаете. Я думаю, вы понимаете, о чём я вам говорю и про какого человека я вам сейчас рассказываю. Однако, ладно. Я тогда сказал, что вот рано или поздно всё-таки GTA V RP встанет на тот нужный путь. Там появится рекламная кампания. В GTA V уйдут все люди. Однако, я не учёл многих вот элементов, многих вот таких аспектов. Дело в том, что, как вы понимаете, GTA V, она хоть и вышла в 2015 году на консоли, если что, в 2013 году. И, в принципе, была оптимизирована лучше, чем GTA Vice City, наверное, я не знаю там на что. Хотя, я не знаю, как была оптимизирована GTA Vice City. Я думаю, вы меня поняли, что я хотел сказать. Хоть и она была оптимизирована охуительно, что пошла даже, блядь, на моём ноутбуке в комфортных, там, 15-20 FPS с фрезами. Однако, не имеет значения. И вот, вы знаете, просто вот, дело в том, что у людей, у славян, блядь, я не знаю, у них такая прерогатива, что у них достаточно слабые компы. Вследствие того, что там когда-то давно родители покупали ноутбуки или покупали вообще какие-то слабые компы и забили на то, что их нужно обновлять. Ну, стоит какой-то там ящик и стоит. Ну, что ж с него можно такого взять? Однако, вот, когда Чада просит купить, вот, компьютер и так далее, он говорит, нахуя тебе это надо? Или, там, знаете, закончить, типа, семестр или, блядь, четверть на одни, там, четвёрки, пятёрки и мы тебе всё купим. Однако, когда, типа, они заканчивают их наёбывают, ну, плюс у кого было такое, вот. И, вследствие этого, что я вам могу сказать? Типа, у большинства людей, вот, нет денег на компьютер. У меня бы до сих пор не было нормального компьютера, если бы я, вот, не начал снимать сам, не начал бы продавать рекламу. И, то есть, у меня бы до сих пор его не было. Компьютер стоит около 25 тысяч, это без видеокарты или наподобие того. Чисто, вот, на интегрированном видеоядре от Ryzen 3 2200G. Вот. И, типа, ну, мне хватает. Мне абсолютно всё хватает. Я даже не знаю, когда я буду покупать видеокарту, когда, там, разберусь со всякими ещё финансовыми проблемами и так далее. Тогда я, наверное, куплю видеокарту, просто пока я не вижу в этом особого смысла. И вот, на дворе 2019 год, у нас существует GTA 5 рулиплей сервера. Проходит рекламная кампания, там играет Marmok, Madison, прочие чуваки рекламят все разные сервера. Однако онлайн там, ну, он же не особо большой. Я, то есть, не смотрю, какой там онлайн, там даже двух серверов, по-моему, ещё даже не может открыться. И вы знаете, вот, я вот выдвигаю такую гипотезу, потому что, ну, это не теория, теория, да уже что-то подтверждённое. Я выдвигаю такую гипотезу, что вот сам станет этакой CS 1.6. То есть, старички, они захотят переходить вот в GTA 5, как было, допустим, с CS 1.6 и CS GO. И, кстати, в данном случае они сделали всё правильно, потому что CS GO ещё та, блядь, дресня. Это абсолютное говно, в которое никому не советую играть, если ты играешь в CS GO, блядь, носы себе наебало, блядь, вскоре себе вены ножовкой, там, я не знаю, в сарае, чё, блядь, пилу повторяй. Потому что, ну, в самом деле, блядь, ну, CS GO это откровенная параша для даунов. Я не знаю, как в него можно играть, если, блядь, среди людей, подписанных на мой канал, есть игроки CS GO, блядь, носите себе, пожалуйста, наебало, потому что это омерзительная игра. Однако, в случае с GTA 5, нет. Я, в самом деле, жду, вот, какой-то обоснованный, вот, GTA 5 Roleplay, когда там всё устаканится, когда будет неплохой онлайн, когда уже, там, запустят несколько серверов с разными направлениями, там, Light Roleplay, Medium Roleplay, Hard Roleplay, и, вот, тогда я, в принципе, смогу, как-то, вот, с комфортом проиграть. И то, вот, там сейчас работает, вот, весь этот GTA 5 через какие-то костыли. И, вот, вы знаете, ранее, то есть, Rockstar Games, они закрывали абсолютно все попытки, там, ну, даже, вот, чтобы вы понимали, просто моды, обычные моды на GTA 5, вот, блокировали. Просто их нельзя было устанавливать, за это вы получали, по-моему, в онлайне бан, или наподобие, то есть, обычные моды. А тут, блядь, какие-то сервера, которые забирают деньги у Rockstar, просто с ними не делятся, и, то есть, огромнейшее количество денег в будущем уходит из кармана Rockstar Games. А вы знаете, Rockstar Games, это такая, достаточно, я не знаю, жидовская компания, которая, прям, вот, ну, за каждую копейку бьется, конечно, не на уровне Apple, но так или иначе. И, блядь, просто для Rockstar терять какие-то деньги, это же пиздец, видели, во что вообще превратилась GTA Online, это же какой-то футуристичный, блядь, бред для умственно отсталых каких-нибудь детей с синдромом Дауна, у которых еще и стокгольмский синдром, блядь, я даже выговорить это не могу. Но это, это настолько абсурдно, это настолько пиздец, что я даже не знаю. И вот неизвестно, проработают ли вот эти вот GTA V Roleplay сервера долго, или они, там, загнутся в скором будущем, потому что ничего, абсолютно нельзя, в данном случае, там, я не знаю, предвещать, что-то вот говорить, как там, Ванга или Нострадамус. Потому что, в самом деле, вот, сейчас GTA V Roleplay это кот в мешке, то есть туда донатить, это, ну, прям, я не знаю, покупать, ну, вот, кота в мешке, как я уже и сказал, потому что неизвестно, проработают ли эти сервера долго, как было в случае, там, с каким-то сервером, Rage M.P, по-моему, я боюсь назвать не то название, если что, извините. Вот, Rage Roleplay, блин, блять, Rage Roleplay, как они кинули братишкина, там, и всех прочих чуваков, это просто полнейший пиздец, вот. Однако, вот, вот, просто я не понимаю, в любом, в любой момент, блять, Rage Roleplay может прикрыть вот эти вот Roleplay сервера в GTA V, как на них играть, зачем, нахуя туда вообще донатить, вкладывать свои деньги, это же полнейший пиздец, чуваки, ну, вы чё, в самом деле, я просто, я не знаю, вы что, ну, вы в самом деле, блять, ну, вы чё, просто, я не знаю, ведь, ну, там нету ещё чего-то вот такого, знаете, вот, какой-то среды, которая устаканилась, и уже, в принципе, чтобы ты понимал, что там можно будет играть, потому что я вам говорю, что на данный момент, да, Rage Roleplay, они забили на вот эти вот все Roleplay сервера, которые там идут в обход официального вот этого там клиента, там, чтобы деньги как-то шли через Rage Roleplay и так далее, но неизвестно, что будет дальше, возможно, там, серверы разовьются, уже наберут свою стабильную аудиторию, а Rage Roleplay такой приходит и говорит, опа, зигота, ну шо, всё, да, таби пизда, текай сила, как говорится, вот, и всё, и все сервера закрыты, и, то есть, ну, в самом деле, и поэтому, то есть, говорить, что вот GTA 5 Roleplay это потенциальный убийца Сампа, ну, блядь, ну не смешите вы себя, в ближайшие лет 10-15 GTA 5 Roleplay, ну разве что только вот наберёт какую-то свою аудиторию, игроки Сампа, блядь, туда не перейдут, чтобы игроки, у которых уже там прокачаны аккаунты, всё прокачано, чтобы они переходили в какую-то неизвестность, которая в любой момент может закрыться, да, там есть голосовой чат, да, там есть много возможностей, да, в отличие от MTA, там есть какой-то потенциал, Но, однако, блядь, вот у меня сейчас телефон, уведомление было, сейчас, подождите, я отключу, ой, блядь, так, всё, я извиняюсь, извиняюсь, опять же, я, наверное, это вырежу или не вырежу, для того, чтобы было 10 минут 0 1 минута, ой, блядь, ну да, 10 минут 0 1 секунда, для того, чтобы я мог вставить сюда рекламу в будущем, однако, сейчас я сюда рекламу вставить не могу, и вы знаете, вот, на самый последок, там, на минуту уже 2, на 3, Я бы вам хотел сказать, что, ну, в самом деле, GTA 5, на данный момент, это что-то, вот, нечто сырое, что-то, вот, абсолютно непонятное для большинства игроков, вот, того же самого Сампа, которые просто, вот, придут, решат попробовать всё, что там вообще имеется, всё, как это работает и так далее, и они просто, ну, они абсолютно не поймут, что с этим делать, ну, да, прикольно, поиграться можно, зайти и так далее, но прокачивать аккаунт тут, какой-то маленький онлайн, что-то непонятно вообще, что делать, это... Могу аналогию перевести сам к 0.3DL, там сейчас тоже, в принципе, в теории можно уже сконструировать свой сервер, однако, ну, неизвестно, что из этого выйдет, будут ли там играть, не будут там играть, опять же, тот же, вот, My Home Roleplay, который разрабатывает, вот, целый, GTA Vice City, ну, в самом деле, в самом деле, вот, неизвестно, что будет далее, вот, со всем вот этим вот, и поэтому GTA 5 Roleplay по состоянию на 2019 год, на лето 2019 года, это абсолютно... Нет, ладно, на вот эти вот еще майские дни, ну, это, ну, такое себе, знаете, потому что, ну, в самом деле, это, блядь, ну, какая-то, ну, вот, неразбериха, вот, я не знаю, то есть, не было такого, чтобы я просто мог зайти на сервер и знать, что я буду играть, что сервер в ближайшие, там, месяца не закроются уж точно, не говоря уже, там, про какие-то года стабильной работы, то есть, пока что ни один GTA 5 сервер не может вам это гарантировать, в отличие от тех же серверов GTA Sample. Ни в коем случае не реклама какого-то GTA Sample сервера, хотя бы тут было бы неплохо вставить как раз-таки такую интеграцию, однако, нет, ничего подобного тут не будет, поэтому... Однако, я вам ничего не могу запрещать, если хотите, можете играть на GTA 5 Roleplay, поддерживать разработчиков тех серверов, однако, я вас предупредил, потом не нужно говорить, мы задонатили на, там, майонез дэдпульный Roleplay в GTA 5 Roleplay, блядь, а нас вот кинули на бабки, чё нам теперь делать, блядь, Uber Marginal ебаный, это лох, это даун. В общем, ладно, всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика, я надеюсь, что в будущем, в будущем у GTA 5 Roleplay всё-таки что-то получится, было бы неплохо на всё это посмотреть с какой-то иной стороны, вот, чтобы мы прям посмотрели и такие, ну, ну, вот тут, я думаю, вполне можно играть, вот, чтобы прям было, ну, классно, чтобы прям вот я зашёл и вот играл на протяжении длительного количества времени, не опасаясь того, что в любой момент Rockstar Games может всё это прикрыть, закрыть, убрать и так далее. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, создавайте сервера в GTA 5 Roleplay, всем пока!